Празднование Нового года в Пушкинском началось с первых дней декабря. В Центральном парке в Пушкино организовали насыщенную программу. Таким образом, в округе дали старт зимнему сезону. Сегодня мы открываем новогоднюю кампанию с сегодняшнего дня. И каждые выходные на общественных пространствах наших Центральных парках города Пушкино и города Вантеевки будут проходить такие прекрасные массовые мероприятия. Каждый из них приурочен к какому-то событию. Сегодня у нас открытие торжественное новогодних площадок. Впервые в Пушкино провели конкурс «Парад снегурочек». 11 пушкинских красавиц боролись за то, чтобы стать главной снегурочкой округа. Все они прошли первые два отборочных этапа. В финале сначала каждую снегурочку представили, коротко о ней рассказали, а вторая часть – творческий номер. Снегурочки пели, танцевали, читали стихи, а еще водили хоровод вместе со всеми. Очень хочется подарить всем жителям города Пушкино и жителям соседних поселков новогоднее настроение. Именно поэтому я решила принять участие в данном конкурсе. Я активный человек и стараюсь участвовать всегда во всем и везде. И дарить людям радости – это то самое чувство, когда ты получаешь от людей тепло, энергию. Наполняешься сам, наполняешь людей той положительной энергией. И это не может не радовать. Все снегурочки готовились к конкурсу. Хоть и времени у них было не так много, но задачей каждая справилась. Многие сами сшили свой костюм. Есть даже кокошники ручной работы. Каждая снегурочка получила диплом за участие. Отдельно отметили наградами девушек за лучшее дефиле и за лучшее новогоднее поздравление. После подведения итогов жюри решила, что главной снегурочкой округа станет Алина Шаролапова. Теперь главная снегурочка округа будет участвовать во всех новогодних мероприятиях в Пушкинском и помогать Дедушке Морозу. Он тоже приехал на праздник. Главного зимнего волшебника привезли на санях. Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым Годом и зажег огни на красавице елочке. Раз, два, три, елочка, три! Вот она, красавица наша новогодняя! После все вместе водили вокруг нее хоровод. В этом году новогодняя елка в парке очень оригинальная. Такой в Пушкино еще не было. На ней светящиеся игрушки в виде самолетов, воздушных шаров и многого другого. Прекрасным дополнением стали гирлянды. Наташа, как тебе праздник, как тебе парк? Мне очень понравилось. Что понравилось, расскажи. Мне все понравилось, что украсили. А про елку что скажешь, красивая? Да, очень красивая. Мне очень понравилось танцевать. Я люблю всякие конкурсы. Поздравляю вас с Новым Годом! А после праздника у всех детей была возможность сделать фотографию с Дедушкой Морозом в специально подготовленной фотозоне. В центральном парке в Пушкино теперь есть резиденция Деда Мороза. Сюда можно прийти к Дедушке Морозу, рассказать стихотворение и сообщить ему о том, что ты хочешь получить на Новый Год. Дед Мороз здесь будет каждую субботу с 12 до 3. Приходите, общайтесь с Дедушкой Морозом. Еще такая же резиденция Деда Мороза будет работать и в Ивантеевке. В конце праздника юных жителей округа ждал еще один сюрприз. Это выступление Театра светового перформанса. Белые светящиеся коты устроили ребятам незабываемое шоу. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.